Девушки отдыхают Да хоть сейчас Ты можешь принести мне бутылку Выпить Вызови Мехмеда Я хочу попрощаться с ним Хорошо, я позвоню ему Будет лучше, если мы поговорим наедине А Ясмин? Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы с ней были Не просто знакомы Поэтому я не намерен Рассказывать никому Об этой замечательной женщине Она слишком много значила для меня Знаете, Кемаль, мне очень приятно Это слышать от вас Поскольку Ясмин Вернее, теперь уже память о ней Для меня очень многое значит Даже больше, чем для вас Если бы ты хоть раз в жизни видел ее Ты бы понял, о чем я говорю Я видел ее Я видел ее Что? Можно присесть? Садись Да, Кемаль, я видел Ясмин Но я почти не помню ее Ведь когда она была жива, я был еще слишком маленьким Это в корне все меняет Что именно? Я не предполагал, что ты видел Ясмин Ты для меня теперь Почти друг И я готов рассказать тебе, Ясмин Все, что знаю Только Зачем тебе это? Я сын Ясмин Что? Маркошенька Маркошенька, ну подожди Я тебе говорю, это ужасное недоразумение Они тут в полиции Вместо того, чтобы бандитов ловить Они черти чем занимаются Что я успешный взрослый человек Не могу выпить в своем собственном ресторане Так, а мне сказали, ты не выпить хотела Ты хотела изнасиловать какую-то русскую Какая русская? Я не знаю, я не знаю Я тебя бы еще поняла Если бы ты какую-то турецкую, я не знаю Девственницу туда затащила Этот кабак свой долбанный Но насиловать, понимаешь, русскую Живешь еще в Стамбуле Да, спасибо большое Больше не повторится Все, глядели Воровать себя я не сомневаюсь Ребята, я, конечно, сильно извиняюсь Что нарушаю вашу идею Девушка, один совет Вы как-то, я не знаю Наладьте там отношения в вашей семье с сексом Потому что он на людей бросается Совет вам для любой Все, извините Она сумасшедшая Вот это ты хотела, да, изнасиловать Маркошенька, ну пожалуйста Ты ей сказал, да? Да ничего не говорил Послушай меня Мне кажется, что она физиолог Как-то по нашим лицам Шоп, узнаешь? Ну подожди, ну Маркош Когда госпожа проснется, накорми и дай ей лекарства Я могу вам позвонить Если госпоже станет совсем плохо Ну а что я могу сделать? Если ей будет хуже, звони Касиму Хорошо, господин Да Да, да, да Только что приехал из аэропорта Надо все дела наладить Приехал? Да, отец Она ждет тебя Отец, я надеялся, за мной пришлют машину в аэропорт Нет, но ты забыл к нам дорогу Или у тебя сложности с деньгами? Можешь позвать Мехмеда Хорошо, госпожа Господин Мехмед, прошу, заходите Здравствуйте Это вам Спасибо Как вы себя чувствуете? Я чувствую себя очень виноватой перед тобой Мне не стоило влезать в ваши отношения с отцом Теперь ты лишился дома И все из-за меня О чем вы говорите? Наши ссоры с отцом длятся, сколько я себя помню А вы тут совершенно ни при чем Мехмед, ты очень хороший человек Спасибо Ты можешь меня простить? Я повторяю, мне не за что вас прощать Но если вам так будет легче, я прощаю вас Спасибо тебе Теперь я умру спокойно А Ибрагим Он еще будет счастлив со своей русской Она родит ему ребенка Простите, не понял Русская женщина кто? Маша? Нет Ее зовут Лена Лена? Первый раз слышу о ней Воды! Извините Воды! Ахан! Иди сюда! Ты успокойся! Иди сюда! Ты что орешь-то? Ты что орешь-то? Клиентов там всем бесплываешь Ты слышишь меня? Что случилось? Воды! Успокойся! Успокойся! Дай сюда! Дай рот! Все! Тебе нужно проспаться! Ты слышишь меня? Проспаться! Извините Иди сюда! Иди! Иди! Иди спать! Я крюлюсь! Я сказала тебе иди спать! Владимир! Иди спать! Я убью тебя! Владимир! Так! Иди! Иди! Иди работай! Иди работай! Иди работай! Иди работай! Владимир! Пошел на мир! Пошел спать! Я сказала тебе! Владимир! Иди сюда! Иди сюда! Ну что с тобой происходит? Ты что пил всю ночь? Ты не спал? Оставь меня, я убью этого урода. Ты в русском со мной разговариваешь? Оставь меня, мне надо искать в воде. Что случилось у вас, да Архан, ты господи, мяк ты? Что случилось? Он что, покрал тебя? Да, покрал, у меня сейчас сестра нет. Да стоять, какой сестра, что случилось? Он, он делает, что так, шпилили делает, он, стивилики. Погоди, погоди, погоди. Ну, Архан, Архан, может быть, ты слышишь меня? Посмотри на меня, посмотри, может быть, он любит ее, может быть, между ними любовь. Может. Ты слышишь меня? Ты понимаешь, что если ты его убьешь, то, то, то тебя посадят в тюрьму. Послушай меня! Не трогай меня. Все хорошо, я вижу. Куда ты пойдешь сейчас, а? Знаешь, у меня две сестра, две шлуха. Сейчас в базаре все умрют показать, вот, это Архан, две сестра, шлуха, это в базаре я иду. Ну, куда ты пойдешь сейчас, а? Ну, куда ты пойдешь в таком состоянии, Архан? Ксюш, я чуть-чуть, я вернусь. Я скоро вернусь. Ты дождись меня, ладно? Что ты хреново выглядишь? Ой, скажи, что тебе тоже пивка принесли. Не, пивом душу не обманешь. Несите виски. Давай виски. Давай виски. Ну, как семейная жизнь? Слушай, ну, хоть ты не издевайся. Ну, что такое? Ну, посоветуй мне, что делать дальше-то. Давай, давай, давай. Тебя как зовут? Юра. Понимаешь, этой стерве надо один раз хорошенько дать по мозгам. Это я понимаю. А как? Говоришь ей, хотела замуж. Хорошо. Что-то не нравится? Каятись ко всем чертям. А хочешь оставаться замужем? Так рот свой не открывай и мужа не хами. Усёк? Гениально. Молодец. Давай. Вадим! Пошёл вон. Слушай, Вадима видел? Вадима, какого Высокого знаешь? Да, знаю, знаю. Позови его. А в чём дело-то? Не понял? Ладно, забудь. Фу, гадость. Фу, гадость. Фу. Вадим! Вы Вадима случайно не видели? На, угощаю. Вадим! Войдите, ну. Лена Анна, что случилось, Лена Анна? А, рассинчивый. Ты заболел? Столько времени, а ты не спустился даже на обед, Лена Анна? Ты можешь принести пиво Чанского. Пиво. Кого? Бир. Пиво. Хаонин. Пиво? Да. Э, Лена Анна, сейчас принесу. Ну, ведь я прошу, ведь я умоляю. Сейчас, две минуты. Ну, входите, даже интересно. Лена? Трости, Ибрагим, бей. Прости, Лен. Я не прийти вчера. Да ничего. Мне как-то было так, даже весело. Не надо. Мне как-то даже неудобно участвовать, чтобы вы видите меня в таком положении, состоянии. Мне хотелось бы, вот, чтобы, может, потом вы это… Ты приведи себя в порядок. Угу. И я не стану это смотреть. Смотрите, какое благородство. Другой бы, непременно бы воспользовался. А я не другой. А жаль. Вот, сына приня. Спасибо. Ты забыл, как по-русски будет «здравствуйте». Доброе утро, Лена. А это что? Как ты посмел принести женщине пиво? Извините. Иди и принеси ей нормальный завтрак. Быстро. Да, господин. Я считаю всех русских алкоголиками. Не обращай, Лена, внимания. Он просто грубый и пустой человек. Купи фруктов и сладостей. А самое главное — козьего молока. Козьего молока? Даже не знаю, где его найти. Уж постарайся для своих госпожей. В кои-то веки тебя попросили. Хорошо, господин. Вот, возьми. Этого хватит. Ты где? Приходи, приходи. Буду ждать. Здравствуйте, Мехмед. Здравствуйте, Олег. Как поживаете? Хорошо. А ты как? Спасибо. И зачем вы меня вызвали? Что-то случилось? Случилось. Я соскучился. Но я уже не служу в вашем доме. Вы не можете мне приказывать. У меня есть такое право. Вы сломали мне жизнь. И что ты теперь хочешь? Сказать вам спасибо. Вы мне дарите такое наслаждение. Оно стоит того. Даже так? Да. Иди ко мне. Извините. Я не понимаю. Обалдеть. Даже тут соотечественники работают. Простите, я не ремонтирую. Ну как нет? Уехал хозяин, а я здесь остался один за сторожем. Тут делов на две минуты. Слушайте, чего вы ко мне привязали? Сторожа шить не умеют, понимаете? Не умеют. И я тоже не умею. Ну что? О-о-о-о! Ну надо же! Василий! О, Вария! Какая встреча! Здрасте! А ты что, это обувщиком, что ли, заделался? Да нет, ты знаешь, мимо шел, смотрю, кроссморт лежит. Дай, да я разгадаю. Молодец, какое слово? Сижу, разгадываю. Качество чуждое наглецу. Не знаешь? Добрый день. Здрасте. Подскажите, пожалуйста, вот сколько будут вот эти сандалики починить? Простите, я иди. Сынок, ну что ты делаешь? Не брызгай, хорошо будешь на меня? Я не знаю, правда, я мастер уехал. Я поняла. Знаете что? Что? Смотрите, сходите в магазин, купите новые, а? Сынок, не надо, пойдем. Ну что ты не помог-то? Сандалики-то всего-то заклеить, там надо было. Слушай, Маша, что тебе нужно, а? Иди уже отсюда, иди, иди. Что, домой ты не едешь, а? Да понравилось мне, Стамбул, такой замечательный город. Замечательный, да. Я тебе по старой дружбе могу денег дать. И вали, покупай билет, иду я отсюда. Если я захочу у кого-нибудь денег занять, то у тебя я займу в последнюю очередь. Какой ты принципиальный стал вообще. Слушай, Василий. Что еще? Ксюша, она девка хорошая, правда, бывает местами глупая. Ты, если ей больно сделаешь, я тебе яйца отрежу. Ой. А, кстати, слово, это стыд. Четыре буквы. Пока. О, привет, Сюша. Привет. Садись. Чего? Ты как? Что с тобой вообще? Отдыхали. Отдыхали. Давай тебе оранчику. Отдай пивка. Нет. Никакого пива, айран. Быстро пей. Тебя Архан не нашел? А че такое? А че такое? Он узнал про то, что вы спали из делек. Он хочет тебя убить. Ой, как страшно. Тебе теперь придется жениться на делек. Ой, слушай, я не так сильно боюсь Архан. Я не пойму, а зачем ты тогда спал с делек, если ты ничего к нему не чувствуешь? Ты же знаешь их законы. Слушай, Сюша, ну расслабься. Ты что, ты как бабка старая? Что это вообще тебя не касается? Пойми, что тебе нужно сейчас спрятаться. Я не знаю, укрыться куда-нибудь на время, хотя бы пока он не оскорбится. Отличная идея. Давай я тебе дам ключи от своей квартиры, и ты поешь туда, ладно? Спрячешься. Там у тебя точно скольки-нибудь. Сюшенька, ну ты шикарная, но не в моем вкусе. А ты у нас прямо Аполлон, да? Не важно. В общем, давай. Иди, 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 иди ко мне. У Кемалия попросишь ключи. У Кемалия попросишь ключи от моей комнаты. Я туда не приду. Не приду. Иди, я к подруге пойду. Иди. Не интересует. Иди. Мой господин, вы ведь только вернулись в Стамбул, и сразу вызвали меня. Мне очень лестно. Не хитри. Я прекрасно понимаю, к чему ты клонишь. Хочешь узнать, виделся ли я с Машей? Нет, не виделся. И не собираюсь. Слава Богу. Знали бы вы, как гнусно Маша пыталась не отомстить, но я показала, кто есть кто. Ну-ка, остановись. Ты никогда не будешь дурно говорить о Маше. Запомни. Возьми. Все понятно. Господин, так кто из нас вам нужен? Я или она? Я уже сказал, не ты и не Маша, мне нужен я, Мехмед. Поняла? Поняла. Все ясно. А сейчас я устал, мне надо отдохнуть. А ты иди домой. Хорошо. Пойду. Могу я навестить госпожу Фатиму? Да, иди. Спасибо. И вам. Счастливо. Оставаться. До встречи. Госпожа, госпожа, вам плохо? Госпожа, что случилось? Что с вами, госпожа? Вызвать доктора? Нет, он не поможет. Ложитесь. Вот, видишь, попробовала сесть, и даже это не получилось. Госпожа, вы не должны сдаваться. Вы еще слишком молоды. У вас еще много лет впереди. Вы должны бороться. Ради чего? Госпожа, боритесь за вашего мужа, Ибрагима? Вы знаете, где он сейчас? Он опять пошел к своей Лене. Знаю, Челек. Я ничего не могу сделать. Всегда можно что-то придумать. Госпожа Фатима, что случилось? Вы плачете? Заплачешь тут, когда сиделка непонятно где бродит. Где ты была? Господин Мехмед отправил меня за покупками. Это не оправдание. Надо было побыстрее возвращаться. Дома больной человек. До свидания. О, Господи. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы к вам. Да, помните, вы нам встречу с гадалкой обещали? А потом у вас подвал завалило и все отменилось. Да, были проблемы. Ну что ж, давайте на этой неделе я что-то попробую устроить для вас. Давайте на этой неделе не получится, потому что мы завтра улетаем. Как жаль. Вы знаете, если вы заняты, мы сами можем сходить. Я думаю, что гадалка меня запомнила. Ну давайте, давайте я что-нибудь придумаю. Сегодня попрошу Айнур принять вас. Вечером. Ну, за определенную плату, конечно, не мать. Конечно. Экстренную визу. Спасибо. Спасибо. О, Маша. Маша. Мирова. Маша, привет. Ты очень хорошо выглядишь. А ты что здесь делаешь? Тебя же уволили, Йок. Я? Я гость в доме Ибрагима. Тебя Ибрагим пригласил? Меня? Ибрагим? Нет, Мехмед. Мехмед меня пригласил. Вот здесь? Нет, ты врешь. Он же уехал. В Лондон. Мехмед для тебя уехал. А для челек Мехмед всегда здесь. А, Владим? Поняла? Я, Владим. Поздравляю. Ты выиграла. Молодец. На, держи. Привет. Надо поговорить. Ну, подожди немножко, Милашка. Сиди, сиди. Я же тут тоже занят в своем важном деле. Так ты, значит, считаешь, что у Кристиночки грудь лучше, чем у Анжелы, да? Я согласен. Все, все. Свободи. Слушай, тебя, дорогая. Разговор будет коротким. До моего руководства в министерстве дошел инцидент, произошедший в твоем ресторане. Это создало мне ненужные проблемы. Поэтому я пришла договориться, что больше никогда... Не повториться. Я об этом пришла поговорить, Милашка. Кто дал тебе право так с вами разговаривать? Милашка, я твой муж. Поэтому государство не дало право так с тобой договариваться. Понимаешь? А если тебе что-то не нравится, катись, пожалуйста. Я без тебя проживу, а вот ты не знаешь. Значит, я делаю тебе последнее великодушное предложение. Иначе, милый, мне придется тебя наказать. Накажи меня, милый. Ну что ты можешь мне сделать, Маргошечка? Не торопись облететь, милый. Ты обо всем узнаешь первым. Он поговорил с Ксюшей и ушел. Вадим? Ксюша. Да. Ну что? Мне нужно отнести клиентов. Ты меня обманываешь, а? Сказал, Вадим, что я все знаю. Куда он пошел? Я тебя не обманываю. Куда он пошел? Я не знаю, он не сказал. Ты вернешь, я тебе не верю. Выпей. Просто ты думаешь про теле и Вадим? Про нас? Ничего. Это неправда. Я волнуюсь за тебя, понимаешь? Ты сам себе портишь. Ты сам себе портишь жизнь. Ты правда, Лена, сейчас? Правда. Надоело мне тебя уговаривать, понимаешь? Я тоже женщина, я хочу отдохнуть. Я хочу пойти погулять, купить себе одежду, ходить на море, поймать ворот. Вина, Даниль? Я дай. Сколько надо? Мне хотя бы зарплату. Зарплат? Хорошо, и доходно. В выходной? Я тебя сейчас перенесу. Вот. Зарпленно. Слушайте, ну честное слово, купите. Нормально, три часа выбирали, мне только пошли. Привет. Здрасте. О, здрасте, неужели русские наконец-то надоели эти бусырумани? А вы тоже, да, по-русски говорите? Кольцо надо выбрать для девушки и... Конечно, с большим удовольствием. Какая девушка-то? Ну, вы знаете, она как на картинах старинных мастеров. Голая и толстая, что ли? Простите, нет. А, да, вы знаете, у меня фотография есть, сейчас покажу. Вот. Ксюша? Ксюша? Да. А ты ей кто? Скажем так, молодой человек. Жених. Да. Айнур? Айнур? Присядьте, пожалуйста. Я теперь вижу через свои руки. Айнур, это опасно, стоять у окна. Ну-ка, давайте, присаживайтесь. Ты никому не веришь, Лена, да? Это плохо для тебя. Но когда ты это поймешь, будет уже поздно. Что ж вы такая упрямая-то, а? Ну-ка, садитесь быстрее, на опасность. Оставь меня. Не прикасайся ко мне. Слушайте, я вас здесь вообще за милостью держу. Не кончится терпение, в это же окно вылетите. Расим, ну-ка, давай, успокой ее, а? Что случилось? Не знаю, вхожу, стоит у окна. Садиться не хочет, я волнуюсь. Не спорь с ней, няня. Я очень прошу. За нее же волнуешься. Хорошо, хорошо. Садись. Вот здесь. Садись. Чего? Скажи ей, Расим, что она выглядит ужасно. Что она сказала? Зеленая кофта плохо идет к бежевой юбке. Так, так. Что зеленая рубашка, вот бежевая юбка и розовый ремень, это некрасиво. А как она это все увидела? Да. Подожди. Цветы для дамы. Спасибо. Это не продается, это уже заказали. Спасибо. Цветы для дамы. А девушек одни проблемы, а вот магнитики, есть магнитики у вас? Здравствуй, Вася. Сюш, привет. Здравствуйте. Мне розы, пожалуйста. Я, я, я оплачу. 20 лев. 20? Я оплачу, все нормально. Нет, есть деньги, спасибо. Давай поговорим. Окей. Зачем? О чем мне с тобой разговаривать, Вася? Я не знаю. Давай сходим прогуляемся. Зачем? Если от женщин одни проблемы, как я только что об этом узнала. Подожди. Ну, хватит, а? Руку убери, пожалуйста. Убери руку. Убрал. До свидания, Вася. Всего доброго. Сельма, не надо было мне никуда выходить. Архан меня найдет. Да перестань. Сюда мы пришли за каулками. А в баню-то он не сунется в женский день. А если ему кто-нибудь донесет? Да не волнуйся. Он тебя не ищет. Я же была у него. Сказала, что тебе надоело работать в кафе. И ты уехала искать работу на побережье. Ты думаешь, он поверил? Он нас с Вадимом давно подозревал. Дорогая, тебе очень повезло, что твой русский тебя бросил. Что вы не уехали вместе. Иначе Архан вас точно нашел бы и убил. Замуж-то я выйду или нет? Замуж выйду? Коронный вопрос. Замуж она выйдет или нет? Кому нужна такая идиотка? Разумеется, не выйдет. Если только какой-нибудь мужчина не захочет жить за ее деньги. Айнуш сказал, что ты будешь выходить замуж. И муж у тебя будет такой вот хороший, такой вот высокий, умный, ласковый, потом нежный, потом работа вместо этого. Айнуш все сказал, уходи, до свидания. Спасибо. Спасибо. Я вам тоже желаю счастья. Спасибо. А можно одна минутка вам тоже погадать? Спасибо. О, господи. Вот так и ушли ни с чем. Входите. Лена. Да, это Лена. Айнур, я просто не знаю, что делать. Мне нужна какая-то помощь, совет. Расим. Да. Объясни ей, что если она не уедет из Стамбула, с ней случится большая, большая беда. Айнур сейчас сказал, что тебе надо уезжать из Стамбула. Потому что, если ты не уедешь, здесь будет горе. Очень большое горе, Лена. Из-за мужчины? Никогда не встречала такую распутную женщину. У этой идиотки в голове одни мужчины. И больше ничего. Да, Лена, ну, из-за мужчины. Спасибо, Айнур. Просто стыдно ее слушать. Стыдно. Очень стыдно слушать ее. Няня, ты на самом деле это видишь? Скажи, это все правда? Мне бы хотела... Раз ты стала ясновидящей, почему ты не заглянешь в тот день, когда умерла моя мать? Сделай это для меня, прошу. Это и моя самая большая мечта, сынок. Ничего, что я старая. У меня бы хватило сил расправиться с этим убийцей, если бы я только правда могла видеть прошлое и будущее. Ну как же, няня, ты ничего не видишь? Нет, Расим, я ничего не вижу руками. Просто мои глаза исцелились. Исцелились. Это правда? Правда. Ты обманывала? Сынок. Ну ты даешь, няня. Ну ты даешь. Не морозь меня Моего коня Слушай, мне вот тут с Ксюшей-то еще надо даже как-то это, понравиться ей надо. Время, время какое-то потребуется. А вот у меня не работа, и надо денег заработать, жить где-то. Серьезно меня. Освободим тебе место, так сказать, для спанья. Вот эти коробки куда-нибудь двинь. Вот здесь тогда будешь, а я... Да. Зашерни. Давай. Оп. Слушай, это что, волок, помидоры, что ли? Слушай, а ты что, золото-то хранишь, что ли? А, не переживай, это подделка. Подделка? Да. Так, подделка. Ничего себе подделка. Хорошая подделка. Что, собирать, да? Ну, таки его к чертям. Давай, матрас раскидывай. Ну, кто там еще? Россим, заходи, сынок. Поешь с нами. Поешь. Нет, спасибо. Я пришел поговорить. Как ты? Спасибо, хорошо. В отеле как дела? Директор твой как поживает? Все хорошо. Кемаль, нам лучше поговорить с вами наедине. Пожалуйста. Не бойся. Моя мать уже лет десять, кто-то ничего не слышит. А если бы услышала, ничего бы не поняла. Мама. Мама. Не слышит. Кемаль, я знаю, что вам известно имя человека, убившего Ясмин. Я понимаю, что вы мне его не скажете, но хотя бы намекните, прав ли я, подозревая одного человека. Кого? У меня есть подозрение, и я хочу знать, тот ли этот человек. Говори, кто это? Говори, говори. Я думаю, что убийца Ясмин. Ибрагим. Ибрагима считают весьма порядочным человеком. Порядочным? Ибрагима порядочным? Да он при живой жене. Все время ходит к хозяйке отеля, в номер. Как так можно? У него нет чести. Хорошо, сынок. Иди домой. А завтра мы поговорим с тобой об этом. Ладно? Завтра. Хорошо, Кемаль? Хорошо. Будьте здоровы, матушка. Она не слышит. Кемаль? Ну и что ты теперь будешь делать? Все бросили на Архана. Мама, султан, Анна умерла. Дилейк. Ты тоже ушел. Кисюша, даже ты. Я? Архан, да ты сам меня бросил? Да. Нет! Да что это? Орган всех дай в рамад. Ну что, Кисюша? Не надо. Ты прав. Ну, просто не уходи, пожалуйста. Сиди со мной. Мне нужно на работу. Завтра утром. Я не должна опоздать. Поэтому я пойду переоденусь и пойду дома спать. Хорошо? Я и так здесь вечер тебя утешаю. Хорошо. Иди. Я тоже иду. Куда ты пойдешь? Я буду убить денег. Хорошо? И трему буду. Не надо. Хорошо? Ты будешь счастливей. Не надо. Пока. Да стой, Архан, пожалуйста. Стой. Не надо. Никуда идти. Это надо. Нет, не надо. Я сказала. Это. Прогим, а то, что не пьешь чай, ты что такой грустный? Если рассказать, я помню. Ты не бойся, но расскажи. Я же вижу, что тебе не очень хорошо. Я очень устал, Лен. Кажется, я прошу пустой жизнь. Весь твою жизнь на работе деньги делать. А дома ссориться, ругаться, поспорить с сыном. Мы как враг. Ребенок, который ты растет, учить, баловать, еще без матери. Тебе знать не хочет. Делать все наоборот. Напротив тебя. Мне страшно. Мне страшно, что я ненавижу своего сына. Моя дочь, Юля. Ее уже четырнадцать лет. Познакомься. Красиво. Так вот, я не видела ее уже много-много времени. Ну, с тех пор, как приехала сюда. Я вот сейчас понимаю, что я ничего не чувствую. К ней крую чувство вины. Может быть, я сама виновата, что ее избаловала так, ну, как будто весь мир крутится вокруг нее. Она все время только чего-то требовала, добивалась и ничего в замену. И что делать тогда? Я просто решила приехать и остаться здесь, в конце концов. И как ты хочешь провести остальные жизни, что хочешь в данный момент, например? Субтитры сделал DimaTorzok Маша, это ты? Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok